Когда-то у меня друзья жили на Бали, они мне рассказывают, что они снимали в рублях на 15 тысяч рублей какую-то крутую виллу у моря. А когда они жили? Несколько лет назад. Ой, этого все не считается. Ребята, если вы планируете поехать на Бали, забудь... Мне сказали, Варя, надо 30 тысяч, все, на 30 тысяч там просто будешь офигенно жить. А я так посмотрела, посчитала, что не меньше сотни надо. Ребята, все, что вы смотрели до, я бы сказал, 23-го года, вообще забудьте. Нет смысла смотреть ни Птушкина, ни Колотушкина. Это все реально, реально забудьте. Бали очень сильно изменился. Есть фильм прекрасный «Ешь, молись, люби» с 2011 года. Вот в тот Бали вы никогда не приедете. Его больше не существует. Все, забудьте. Так, может, не Бали? Честно говоря, Бали очень сильно урбанизировался. И мне прям очень грустно. Я сам в последние... Знаете, я помню, приехал в один из классных ресторанов возле Убуда. И мне говорят, что смотри, видишь, виллы стоят. А раньше это были просто джунгли и поля. И было очень красиво, там закат. И я такой, ну, да, грустно, наверное, я не успею все увидеть. И был прикол в том, что как-то раз я ехал по своей одной из самых красивых дорог возле Убуда. В сторону заката. Такое небо закатное. Я так любил ее. И в последний месяц, пока я жил, там стали строить пятиэтажный ангар абсолютно не по вайбу Бали. Да, вот, не как храм. И все, нету больше этой дороги, потому что ты просто едешь и смотришь на ангар. И это немножко грустно. Но это не повод не ехать на Бали. Мне кажется, наоборот, что надо просто ехать быстро, срочно. Вот прямо сейчас написать Никите, сделать визу, купить билеты и прямо завтра выезжать. Да, на самом деле я тоже, как бы я так грустно не рассказывал, я понимаю, что вы еще можете застать этот некий вайб балийский. Почему я говорю именно вайб балийский? Потому что есть Таиланд, Малайзия, есть много похожих стран. Но именно балийский вайб вы все еще можете застать. Есть еще такие аутентичные районы. Плюс мы можем организовать вам тур. У меня есть ролик «1000 километров дорог на Бали». Я за 4 дня на Иксе объездил все, что можно. Я знаю, где есть истинный Бали, как в фильме «Ешь, молись, люби» с такими же грунтовыми дорогами, с такими же лучезарными балийцами. Вот это здорово. Да, я знаю такие места. Я могу проводить индивидуальные экскурсии спокойно. Либо у меня есть партнеры на Бали, они вам все сделают. Но ехать еще есть смысл. В любом случае, осталась некоторая такая магия острова, что он меняет людей. Вернетесь с просветленными, если захотите вернуться. Все очень относительно. Просветляются все. Я пока еще не слышала, чтобы кто-то вернулся и сказал «Бали говно». Все приезжают и говорят «Все, я бросил пить, курить, я живу праведной жизнью». Я бы, знаете, как сказал, здесь такая идет, как знаете, сепарация от… Сколько бы вам лет не было, сепарация от родителей, от дома. И вы просто приезжаете, понимаете, что ну все. Как бы до дома долететь дороже, чем поднять жопу и пойти работать. До дома полететь дороже, чем начать делать рилсы на месяц. То есть или вы проплачиваете себе визу и месяц проживания на Бали, либо билет домой. И там вас реально ломает. И вы понимаете, что я лучше проплачу визу и на месяц, и останусь, и я смогу. Вот этот момент реально ломает людей. Реально ломает. И сам его пережил. Собственно, весь канал, который вы видите, это благодаря такому моменту в моей жизни. И да, это прям круто. Это круто. Но насчет просветления и всего остального, это отдельный подкаст. Я попрошу вас не уводиться. У меня есть ролик «25 минусов в Бали». Я там сказал очень четкую фразу, что вот эти вот все там эзотерики, эзотерики, там мастера и все. Вот там кунг-фу, не кунг-фу. Йога. Йога, да. Вот эта вот вся суть. Это, знаете, нелегалы, которые живут на Бали, не по визе рабочей, и зарабатывают на айтишниках, которые посмотрели птушкой на какой остров прекрасный. Все. Вот просто поймите, это так. Они ждут, когда приедет. Начнется сезон, как сейчас, например. Скажем, а если это помогает? Ну. Но они же там все-таки не наркотики продают, правильно? Ну, такая услуга у нас не публичная. Ну, ладно. Да. Ну, на самом деле все. Нет, конечно, не наркотики. Но я хочу, знаете-ка, объяснить. Допустим, я знаю двух таких эзотериков. Не эзотериков, нет, а практиков. Один из них мужчина, ему 42 года, он будет рассказывать вам, как он круто вам все сделает, исправит. Но он, например, бросил семью и трех детей, младшим из которых было полтора года. И когда ты узнаешь такие истории, более подробно, кто именно живет из просветленных на Бали, ты такой думаешь... Так наоборот, он просветился. А что такого? Подожди, ну а если он разрубил, он понял, он просветлился, и все, не может, он с женой, с детьми. Что тебе, всю жизнь надо мучиться и детей воспитывать ради того, что... Конечно, нужно... Вот я поэтому говорю, чуть будьте... Да ладно, это тоже отдельно. Да-да, чуть будьте аккуратнее насчет вот этих просветленных.